В последнее время заметно увеличилась популяция волков и шакалов, которые наносят большую ущербу местным хозяйствам, нападая на скоты других домашних животных. С чем это связано и как решить данную проблему? С чем это связано? Это изначально связано с малочисленностью населения. Это один из факторов. Второй фактор – это то, что по сезону у них детки, как говорится, щенки, их кормить надо. Вот до того, что он может кинуться и на человека, естественно. Мы неоднократно собирались, охотники, порайонно, делали гай, так называемый, то есть на волкове, на шакалов. Многие люди приходят и жалуются. Но то, что мы можем сделать, это единственное – собраться, поехать, пострелять, если удастся, постреляем, если нет. Волк очень такой. Волк – это очень серьезный зверь. Планируется ли отстрелок? Волков. Волков можно стрелять круглосуточно, круглогодично. К тому же популяция очень сильно возросла у нас здесь. Вообще на поле. И так же и лису можно стрелять, так же, как и волка. Но лисы, как таковой, уже не осталось. И шакалом можно стрелять. Очень большая проблема еще к тому же, что сегодня человек, который приобрел когда-то оружие и не первый год продлевал хранение и ношение, то есть это в соответственных органах, это в милиции районном. Теперь он не может не только носить его с собой, он не может даже применить его, если даже к нему подвор придет, там шакал или волк, он не может даже стрелять. Если эту проблему не решить, то чревато последствиями со временем. А это окончательное решение, что нельзя продлевать с видом на жительство? Ну, до сегодняшнего дня пока да. Не только для того, чтобы поохотиться. Решается, как можно сказать, даже безопасность населения, скажем так. Это бешенство, оно очень серьезная такая болезнь. Очень трудно потом будет с этим справиться. Там каждый котенок, и каждая кошка, и каждая собака, которая в городе будет. В голову пришло такое, что сделать поселом бригады, Ну, бригады, те, которые через министра, не знаю, через местного начальника милиции, ну, пришла такая идея в голову, чтобы сделать несколько человек, да, может быть, 10, 12, 15, не знаю, бригаду, которая быстро, может быть, среагирует на то, чтобы там шакал или волк. Это в каждом селе? В каждом селе. Вот есть такие намеки. Есть вот такое. Если нам удастся, попросим через главу администрации, с его поддержки и так далее, что-нибудь такое. Что-то надо сделать. Это большая проблема. Несколько лет назад даже было такое, что за отстрел шакала было, по-моему, 500 рублей, а волк – 3000 рублей. И многие охотники пошли на это, и было добыто немало волков и шакалов. Потом это прекратилось, не знаю, с чем связано. В каком возрасте можно стать охотником и какие документы необходимо иметь? Нужно иметь гражданство для того, чтобы приобрести оружие и зарегистрировать. С какого возраста можно? Ну, с 18 лет. Ну, с видом ножительства, соответственно, да, эти документы не продлеваются. Что касается хранения и ношения, это не продлежит, да, при наличии только абхазского нашего внутреннего паспорта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...